друзья всем доброе утро сегодня наш очередной прекрасный день в турции и он прошел вот в таком вот классном отельчике мы его вчера ночью нашли как всегда у них очень много всяких разных угощений орешки обязательно сладкое все есть хлеб яйцо чай и вот в общем вот с таким вот видом прекрасным он находится на берегу моря и собственно на горе здесь у них а вот такой вот infinity бассейн правда он сейчас конечно же спущен воды здесь нет но терраса вот такая вот классная но это по-моему нам дали номера нам сделали апгрейд потому что мы забронировали простые номера причем мы посмотрели что есть как бы здесь отель в гугле через google мы нашли этот отель потом сюда приехали говорим вот в гугле такие цены допустим там 630 к примеру завтраком он говорит таки я вам сделаю 600 если вы приедете сюда то в принципе вы можете здесь постоянно находиться в этом отеле даже никуда наверное отсюда не выезжать комната по сравнению со вчерашним отелем гораздо больше я думаю в два раза больше эта комната но в полтора раза точно больше и плюс ко всему еще вид на море и и плюс ко всему еще такой завтрак классный нам завтрак принесли прям сюда мы здесь кушали его вот это такой бутик-отель здесь я думаю так 78 где-то номеров 10 может быть ну и там снизу наверно тоже и вот рядом еще есть вот такие вот здесь террасы и потом там внизу есть тоже такая лужайка вот это хозяинова собака собака хозяина и бассейн самое главное то есть если вы сюда приедете большой компании вы можете прям здесь реально кайфануть это типа такой виллы формат ну вот зеркальный номер он примерно вот так выглядит и по моему а еще вот наверху там есть номера там тоже люди живут в три уровня короче говоря здесь крутой отель ребят место мне очень понравилось и за эти деньги вообще просто супер я думаю если вы летом сюда приедете вы прям вообще здесь кайфанете потому что здесь такой вид классный и вообще прям на горе я я очень люблю такие отели которые на возвышенности находятся так вот называется этот отель и су бутик отель немаловажно что здесь очень большая парковка такая вот ровная прямая потому что отель находится на горе и сюда тяжело заехать в общем тяжело съехать короче говоря вот вот так вот здесь собственно осуществляется вход на рецепшен и я щас только что уточнил хозяина он сказал что вот здесь вот лобби такое большое его принципе тоже можно использовать а ну вот номера значит туда идут наверх и туда вот здесь собственно выход на бассейн которые номера на первом этаже они прям вот находятся прям возле бассейна конечно же они сейчас воду спустили потому что вся здесь горах прохладно а еще просите если вы приедете зимой просите у них одеяло потому что у нас было тоненькое одеяло и мы в общем ночью замерзли и уже как бы поздно было идти там что-то просить одеяло поэтому если зимой то нужно заранее просить это одеяло в общем друзья город тоже достаточно миленький такой уютненький но он гораздо компактнее вот этого города каш в котором мы были вчера и здесь тоже вот набережная здесь буквально наверное она может метров 500 километр маленькая марина но зато у них здесь вот так вот все на сопках на холмах и то есть вы можете поселиться на возвышенности потому что вот здесь один отель прям выше другого и все они с видом на море вот такая маленькая марина у них здесь здесь тоже купаются люди причем несмотря на то что сейчас утро вода очень чистая и солнышко прям так хорошо светит друзья следующая наша остановка это древний ликийский город потара мы значит сюда заехали и это место очень богатая на всякие разные руины стоит 90 лир из человека и можно по абонементу сюда зайти абонемент стоит 1000 лир на 15 дней наверно какие-то городские ворота вот мы заехали там кпп здесь вот это гробницы там корова пасется и вот здесь вот стройплощадка и мы просто заехали вот в этот город в гигантский и тут на каждом шагу какие-то разные достопримечательности что-то все такое разное вот здесь вот показывают как здесь обнаружили самый древний маяк императора нейрона вот лайтхаус и это типа самый древний маяк в мире вот вот это вот беленькая это то что от него осталось а это зеленая это археологи реконструировали ну и показали как это все выглядело мы начали исследование этого древнего города античного с пляжа вот такие вот здесь нас всякие разные рукодельники встречаю продаются и палочки палочки гарри поттера всякие разные сувенирчики написано что здесь черепашки тоже откладывают яйца свои тропинка уложена деревянными такими досточками здесь и по краям очень много зелени пляж здесь конечно же очень широкий очень длинный для турции это достаточно такая большая редкость вот я там вижу люди купаются но мало людей купается и есть волны то есть до этого места которые мы пляжи посещали из-за того что там они где-то возле скал находятся там тоже есть песочек либо галька но там нет волн и если из вас кто-то не любит волны то наверное этот пляж не самое лучшее место для посещения моя где находится и вот у них вот такая гавань здесь значит было вот это вот театр куда мы сейчас идем здесь у них еще было вот скачки ипподром и это один из самых главных ключевых портов лики был этот город он очень и играл большую роль тогда давно 3000 лет назад вот здесь написано что древняя аптара вот еще датируется ранним бронзовым веком тринадцатый век это три тысячи лет назад короче говоря значит они вот это гавань по съемочку они такую сделали здесь и по номерам прям все что где находится там есть кпп вы заезжаете и все то есть отдельно на пляж вы не можете попасть здесь больше кпп не будет платить 90 лир заезжаете на машине в общем это все смотрит но я и говорю то есть изначально это было отдельно отдельно а потом персы захватили а потом только римляне их захватили это театр на 6000 слушателей 38 рядов и диаметре 80 метров и там еще плюс ко всему храм на самом верху здесь оркестр а и он еще этот театр двухэтажный представляете ребята 3000 или две тысячи лет назад двухэтажные театры уже смогу строить эти разделение было для привилегированных и для менее турки конечно же турки конечно же как всегда это все вот так вот убирают железячками стальными конструкциями чтобы это все не разрушилась потому что тут две тысячи лет стояла и они не хотят чтобы это все сломала сейчас внезапно а вот это если я не ошибаюсь это как раз таки ликийский алфавит они здесь а у них была своя собственная письменность очень похоже на греческую и вот здесь вот выступали солнышко светит артисты выступают можно подняться наверх посмотреть очень много древние жители вот римляне кто здесь ликийцы византийцы греки уделяли именно вот этим всяким развлечениям богам всему такому потому что вот здесь вот прям на самом верху храм был и представьте вот в какой-то момент здесь 6 тысяч человек сидело все это из камушка в каждое сиденье из камушка вы стучено выточено это конечно же труд такой кропотливый я думаю они эти камни сюда специально откуда-то привозили там они восстанавливают маяк с помощью крана и получается вот здесь вот где вот это зеленая там была гавань туда заходили корабли и вообще вот это место оно было одним из самых ключевых портов ликийского государства здесь зернохранилища были и вообще инфраструктура очень сильно была развита в этом месте это место еще сохранилась благодаря того что но здесь в какой-то момент ушла вода и в общем стало все заболачиваться местности не корабли не смогли заходить ветер это песком в какой-то момент засыпал и за счет этого она все здесь очень хорошо сохранилась смотрите друзья вот это вот часть прохода очень интересно на самом деле вот это вот один большой камень вот он отсюда проходит вот так вот целиком и в общем он на себе держит полностью всю стену грубо говоря вот эту но она небольшая но он ее держит и строители местные современные они поставили вот сюда вот две трубы 4 трубы две подпорки чтобы она это все не развалилась потому что эта конструкция она несовершенная вот допустим если мы посмотрим вот арку вон ту там никакие подпорки ей не нужно она сама себя держит а вот этот камень из-за того что там железо ничего арматуры внутри нет он может развалиться поэтому ее подпирают держат видимо по задумке архитекторов здесь должен был быть именно вот такой вот квадратный проход но это очень большая задача сложная для строителей того времени потому что ну нельзя было так сделать чтобы камень он на себе держал потому что камень он он очень хорошо работает на сжатие но на растяжение он очень плохо работает и то есть вот в этих местах он из-за того что землетрясение или еще что-то вес он растягивается трескается поэтому конструкция рушится а вот к примеру здесь они то есть насыпали сначала что-то под эту арку потом вот эти эти по бокам положили камни и сверху засунули этот камень вот этот вот и он заклинил полностью эту конструкцию и эта конструкция вообще очень много может любого веса выдержать по сравнению вот с этими вот эти вот конструкции они намного слабее их тоже там усиливают внутри я вижу даже вот эти арочные бывают мосты для для поездов они могут очень много выдерживать это видите уже усиливали здесь зарождалась демократия друзья мои это ликийская ассамблея и здесь три тысячи лет назад уже заседали члены ликийских город ликийских городов это самое старое здание парламента вот здесь даже пол сохранился как это раньше все было они накрыли стеклышками заседала одновременно около тысячи человек и даже сейчас современные соединенные штаты конституция они брали основывались на том как здесь работала демократии как работала конституция именно вот здесь в этих местах в ликийских государствах и вот этот вот древний город потара где мы сейчас с вами находимся это был столицей именно вот этих всех ликийских городов еще был олимпос санта и еще какие-то крупные но в общем это самое основное самое крупное здесь соответственно было здание парламент вот с видом на холмы пожалуйста какие законы какие налоги чё как будем делать как будем решать вопросы первый зал был построен во втором веке до нашей эры для заседания ликийской лиги после того как в первом веке ликия стала провинция римской империи апатара осталась столице при императоре клаудии и нейроне здание увеличили в 140-х годах произошло сильное землетрясение которое повредило здание на его основу отстроили как были в тере и одион а теперь здесь вот козы заседают пожалуйста пец блин аж ноги трясутся это не прыжок это не считается ну кому как здесь болото козы пасутся и короче говоря вот здесь вот была гавань где вот это вот болото сейчас прямо вот вы можете видеть водичка а здесь у них была набережная с колоннами холл ассамблея ликийской лиги здесь кое-что стерлось в общем 1400 человек сюда вмещалось на археологи в общем восстановили корабль не знаю по чертежам или по каким-то макетам или по каким-то находкам в общем он был сделан вот грубо говоря из из какого-то из какой-то травы из какого-то тростника в некоторых местах только были мачты и в общем бревна такие массивные а в основном это просто какая-то какой-то тростник и вообще что-то такое вообще непонятно такое какое но у них веревки уже были тогда и этот корабль мог тонну тонну поднимать и тонну перевозить ширина 6 метров и на этой улице не нашли следов от колесницы лет каких-то повозок и вероятнее всего это была улица просто пешеходная то есть вот пришел сюда допустим гость в этот город на своем корабле и он сразу вот увидел такое 3000 лет назад торговая улица бутики бутики здесь быть оказывается здесь был такой типа рынок а и здесь были прилавки или бутики я не знаю наверное вот здесь торговали судя по всему но где им еще здесь торговать 3000 лет назад здесь вот зарождалась купи-продай была самая можно сказать крутая набережная и гавань вообще в этом регионе а сейчас вот здесь вот болото и коровы пасутся пожалуйста спасем а ну тебя же привязали как мы тебя спасем ты должна здесь пастись ты хочешь чтобы мы тебя спасли не получится как дела такая лопоухая корова такая милая у нее 2 2 номерочка один номерочек в одном ухе другой номерочек другого мухи они одинаковые просто в разных этих да ладно что-то не бойся тебя здесь специально зацепили чтобы ты паслась зеленая трава обиделась а нимфа это было лике а значит здесь еще николай чудотворец родился это его родина между прочим здесь у них по периметру вот такие вот стены заросшие все это вот мой один раз тоже амфитеатр вот так вот искали в траве он может быть просто где-то под деревьями никак его даже не посмотреть